Последний всеобщий предок, иначе последний универсальный общий предок, ближайший общий предок всех ныне живущих на Земле живых организмов, жил предположительно 3,5-3,8 миллиарда лет назад. Характерные черты, сформулированные на основе черт, свойственных всем независимо существующим организмам на Земле, генетическая информация основана на ДНК. ДНК состоит из четырех нуклеотидов, генетический код составляют состоящие из трех нуклеотидов, кодоны, образуя 64 различных триплета. Поскольку используется только 20 аминокислот, то разные кодоны кодируют одни и те же аминокислоты. Такое соответствие случайно существует как среди иукариотов, так и прокариотов. Археи и митохондрии используют похожие кодирования с небольшими отличиями. ДНК остается состоящей из двух нитей благодаря зависимости от шаблона ДНК-полимеразы. Целостность ДНК обеспечивается группой обслуживающих ферментов, включая топоизомерозу, ДНК-алегазы и другие ферменты репараций ДНК. Помимо этого ДНК защищена связывающими ее белками, таким как гистоны. Генетическая информация отображается через промежуточные РНК, состоящие из одной нити. РНК производится зависимо от ДНК и РНК-полимеразы с использованием нуклеотидов, сходных с нуклеотидами ДНК, за исключением тимидина ДНК, вместо которого в РНК служит уридин. Генетическая информация отображается в белке. Все другие свойства организма. Результат работы белков-ферментов. Белки собираются из свободных аминокислот путем трансляции МРНК с помощью рибосом. ТРНК и группы родственных белков. Рибосомы составлены из двух субъединиц, большой и малой. Каждая субъединица рибосома включает ядро рибосомных рибонуклеиновых кислот и окружена рибосомными белками. Молекулы РНК играют важную роль в каталитическом действии рибосом. Используется только 20 аминокислот. Это лишь малая часть от бесчисленного множества инотипичных аминокислот. Используются только эллизомеры. Аминокислоты должны синтезироваться из глюкозы. Группы особых ферментов направления синтеза являются произвольными и сохраняющимися. Возможно использование глюкозы как источника энергии углерода. Для этого используются дейзомеры. Гликолиз идет по пути произвольного расщепления. АТФ используется как переносчик энергии. Клетка окружена клеточной стенкой, состоящей из двойного липидного слоя, громотрицательного типа. Внутри клетки концентрация натрия ниже, а калия выше, чем снаружи. Отклонение поддерживается особенным ионным насосом. Клетка размножается путем репродуцирования всего своего содержания. За этим следует деление клетки. Предположение. В конце 1970-х годов Карл Везе предложил трехдоменную классификацию организмов. Полагая, что представители первой из выделенных им групп прокариот могут быть более древними, чем собственно бактерии. Везе назвал их архебактериями, или археемьи. Это утверждение было подкреплено тем, что все известные археи обладали крайне высокой устойчивостью к экстремальным состояниям окружающей среды, таким как высокая соленость, температура и кислотность. И привело некоторых ученых к предположению, что последний всеобщий предок развивался в таких местах, как черные курильщики, где такие крайности господствуют поныне. Однако впоследствии он пришел к выводу о том, что обе группы произошли от общего предка и предложил термин прогенот для обозначения примитивной предковой формы. Кроме того, были открыты археи, существующие в менее враждебных средах, на основе чего был сделан вывод, что последний всеобщий предок предпочитал температуры, не превосходящие 50 градусов Цельсия. Возможно, что все современники последнего всеобщего предка вымерли и до сегодняшнего дня дошло только его генетическое наследство. Или, как было предложено Карлом Вузе, возможно, никакой из отдельных организмов не может рассматриваться в качестве последнего всеобщего предка. Но генетическое наследие всех современных организмов произошло посредством горизонтального переноса генов среди древнего сообщества организмов. Заблуждение. Вопреки заблуждениям, последний универсальный предок не является первым когда-либо существовавшим организмом, самым примитивным из возможных организмов, единственным существом, жившим в то время на Земле. Вместе с последним всеобщим предком жило множество похожих на него существ, но в силу закономерных статистических обстоятельств именно он оказался ближайшим общим предком всех современных существ. В этом формальном отношении этот предок схож с митохондриальной Евой, которая не была ни первой, ни единственной, ни самой примитивной, ни самой приспособленной из своих сородичей ранних африканских Homo sapiens.